Поздравляю вас с памятью сорокочисленных страстотерпцев, сорок проповедников сегодня в Церкви Божией, проповедующих о том, что Христос воскрес, и готов их за эту проповедь страдать. Василий Блаженный, московский чудотворец, живший в XVI веке, он в холода московские, поскольку он был многоходец и ходил почти совсем не одетый, он бегал по Москве, согреваясь, приговаривая «люта зима, но сладок рай». Это слова из службы святым мученикам севастийским. Они друг друга ободряли этими словами «люта зима, но сладок рай», когда на льду стояли и сначала сбивались в кучку, чтобы греться друг от друга, а потом уже не помогало, потому что они закалели все, и уже прикосновение к чужому телу – это равно прикосновению к ледяной глыбе. И боль от ожога равна боли от обморожения. Собственно, обмороженные, они ложатся лечиться в ожоговое отделение. Если кому-нибудь не повезет обмерзную, так что пальцы рук или ног у него там почернеют, то ему их будут резать как раз в ожоговом отделении, то есть там лечат обмороженных. Лично видел, бывал там неоднократно в больницах, в этих ожоговых в том числе, страшное зрелище. И вот такая же боль от мороза, какая и боль от огня. Это одно и то же. Совершающий сегодняшнюю память, будет вам, наверное, интересно услышать, что сорок мучеников севастийских поминаются на венчании. Там говорится, когда венчаются люди, то говорится, что вот помяни, Господи, вот этого жениха, вот эту невесту, как ты помянул сорок мучеников севастийских и не спаслал им с небесе венцы. То есть вот это увенчание, зрительное увенчание их в конце страдания, оно вошло даже в молитвы для брачующихся. То есть у них была своя радость, и они дотерпели до конца за исключением одного человека. И когда венцы опускались, вы помните ту трогательную историю, из бани, которая была разожжена на берегу для соблазна замерзающим людям, видел это все банщик, и один из них убежал в баню греться, не смог дотерпеть до конца, а банщик побежал на место убежавшего, потому что он, очевидно, увидел, что с небес сходят венцы на страдальцев терпеливых. Вот эти венцы поминаются в чине венчания. Это трогает, это только дорогого стоит. Сегодняшний праздник этих святых сорока численных солдат говорит нам, по крайней мере, о нескольких вещах. Например, о том, что напоминает нам, о том, что претерпевый до конца спасен будет. Вообще, жития святых – это растворенная Евангелие. Евангелие – это очень концентрированная истина. Она как эссенция. От одной капли этой эссенции все вокруг начинает пахнуть ею. А жития святых – это растворенная Евангелие. Это облегченный вариант евангельского учения. Потому что все святые воплотили в большей или меньшей степени в своей жизни какую-то одну или несколько заповедей. И вот, глядя на сорок мучеников севастийских, мы видим, что они напоминают нам о том, что претерпевый до конца, той спасен будет. Слово Господне. Не просто терпевший спасется, а претерпевый до конца. Это чрезвычайно обидно, когда человек терпел-терпел, 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 и сломался буквально за полчаса, за час, за 15 минут до победы, до увенчания. Никто из нас не застрахован от этой катастрофы. Эта катастрофа, как говорит Дорофей преподобный Ава, говорит, что некоторые корабли утонули в гавани. То есть прошли через океанские штормы, прошли через волнение морское, уже берег видно, уже все. Зашли в гавани, почему-то уже в гавани пошли на дно. Это, конечно, чрезвычайно обидно. Всю жизнь прожить с верой, с надеждой, еще и потерпеть за веру, там всякое, потерпеть, 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 и не дотерпеть. Конечно, страх и трепет прийди на мя, и покрымя тьма, как говорит Давид. Значит, поэтому сегодня, поскольку у нас нет гарантий никаких, мы должны спастись в страхе Божьем и в надежде не на себя. Мы должны подвязаться за имя Господне, но не должны надеяться на свою праведность и на свои усилия, и на свои дела, потому что мы делами себя спасти не можем. И праведностью своей никто из нас себя не спасет. И нам нужно надеяться на Бога и на Его милость к нам. Поэтому сегодня в памяти сорокамучеников можно помолиться о том, чтобы мы не погибли в гавани, чтобы мы уже, видя перед собой полоску суши, не пошли ко дну. Да, чтобы нам не просто терпеть, но еще и дотерпеть. Это, конечно, от Бога, это благодать. Потом мы видим сегодня на них, что исполняются слова апостола Павла, что многими скорбями подобает войти в Царство Божие. Многими скорбями подобает войти в Царство Божие. Это слова из книги Деяний святых апостолов. Павел, прощаясь с христианами города Ефеса, сказал им эти слова, многими скорбями подобает войти в Царство Божие. Еще видим мы сегодня, что последние будут первые, а первые последними. Это тоже великая перемена, которая для одних радостная, для других очень обидная. Когда первый, 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 потом бац, последний. А последним это, конечно, великая благодать. Об этом сегодня читалось Евангелие, о том, как нанимал Христос, нанимал добрый делатель себе, добрый хозяин, нанимал людей виноградник свой. И некоторые пришли в самую-самую жару, в солнцепёк, и другие за ними, и третьи. И со всеми договорились по пенизю, ну, по монете. А потом он вышел на торжеще и нашёл там ещё праздношатающихся лентяев, которые стояли и ничего не делали. Он говорит, а что же вы здесь стоите праздные? Они говорят, а никто нас не нанял, нас никто не позвал. Он говорит, ну идите вы, работайте в винограднике моём. Они пошли, чуть-чуть потрудившись до конца рабочего дня, начали получать зарплату. Вы это всё понимаете, правда? Значит, начали получать, начиная с последних. И первые думали, что им больше дадут. Значит, а им дали то же самое. И они обиделись. Как если бы обиделись и мы, которые ходим в храм, например, там уже 15 лет. Вдруг пришёл какой-то человек, только сегодня пришёл. Буквально сегодня утром. А Господь, совершая суд, дал бы ему награду одинаковую с нами. Мы бы тут начали, понимаешь, вонять на всю Вселенную и про справедливость. Там, где начинаются крики про справедливость, там нет любви и веры. Так говорит Николай Сербский. Там, где начинаются крики про справедливость, там уже давно нет любви. Только люди, потерявшие любовь, а может быть даже и веру, они вот действительно воняют про справедливость. Нет её. Либо люди не достигают до неё, либо Бог превышает её, потому что любовь выше справедливости. Он говорит, что твоё око лукаво, что я не могу дать ему столько, сколько я хочу? Вообще мой виноградник. Мы с тобой по сколько договорились? По пензи? Ну, на, бери свою пензи, иди отсюда. Бери своё и иди. А если я хочу дать ему столько же? Я, может, хочу ему вообще... Может, я хочу раздать свои деньги тем, кто вообще не работал? Это вообще моё право. Я вообще могу дать сколько хочу, кому хочу. Правильно? Правильно. А он говорит, несправедливо. Это что такое? Несправедливо. Это что-то там жужжать, неправильные пчёлы жужжат в неправильном уле над неправильным мёдом, понимаешь, такое несправедливо. Вот Господь нам в очередной раз показывает, что вообще нет у Бога справедливости. Какая справедливость? Он нас простил. Простите, это же несправедливо. Справедливо – это наказать, а простить – это выше справедливости. Говорит, не называйте Бога справедливым. Если бы Он был справедливым, вы были бы в аду. Нету справедливости у Бога, Бог выше справедливости. По справедливости нужно шкуру снять с человека. Шкуру снять с него надо, и мало еще будет. А по милости Божьей Он простил всех нас. Поэтому Он дает кому хочет, сколько хочет. И об этом тоже сегодня говорится. Поэтому первые будут последними. Потому что первые слишком много думают о себе. Почему первый будет последним? Потому что первый научился слишком много думать про себя. Думают, я первый, ничего себе. Я большая шишка, например. Я настоятель собора какого-нибудь. Глянь-ка у меня собор. Собор самый большой в Европе. Я большая шишка, я здесь настоятель. Я вообще сын протеерея. И внук какого-то протопресвитера. Я вообще, знаешь, какая шишка большая. И он как бы просыпается и засыпает, смысл, что он самый главный. Ну я так на всякий случай говорю. Какой-нибудь олигарх, может быть, тоже думает. Да ты знаешь, какой у меня завод вообще? Да на моем заводе, помнишь, там 20 тысяч человек работает. Я их кормлю. Я кормилец, понимаешь. Я их сейчас выгоню всех с работы. Они поумирают с голода. Да я вообще самый главный человек в нашем регионе. И он ложится и встает, встает и ложится. В смысле, что он самый главный. Поэтому не нужны Богу такие надутые пузыри. Они будут последними. Так и надо. Слава Божьей любви. А последние там они сидят под плинтусом, как бы ничего про себя не думают. А Господь силен их поднять наверх. Он говорит, иди сюда. Наступило твое время. И всего-то немножко потрудиться нужно. Все немножко. Как тот банщик в этой бане сидел. Он же потрудился очень недолго. Он забежал в эту ледяную воду. Помучился, конечно. Но не так, как те. Те стояли всю ночь. Под ними уже вода начала, лед начал таять. Они погрузились в воду там по колено и выше. Это действительно не лютую зиму пережили. Причем это были солдаты, которые воевали плечо к плечу. Вы знаете, как интересно, что в римской армии еще до Константина Великого почему-то очень солдаты и офицеры полюбили Господа Иисуса Христа. Конечно, римская армия не была вся сплошь христианской. Нет. Но было очень много воинов, таких как Георгий, Дмитрий, Федор, Андрей, Стратилат. Там были целые легионы. Например, в Швейцарии пострадал легион, там где святой мученик Маврикий, Коптский легион. Там была куча христиан. И вот этот вот сегодняшний 40 мучеников, они были из 12-го легиона молниеносного, так называемый. Каждый легион имел свой шеврон, ну, типа свою эмблему, свой лозунг, свой девиз, свой герб, свой штандарт. И все хвалились своей историей. Легион 12-й, который мы сегодня вспоминаем, он был создан Юлием Цезарем. То есть на момент страдания сорокамучеников севастийских этому легиону было примерно 300 лет. Можете представить подразделение воинское, которому 300 лет истории. Вот, например, Петр I создал первые воинские подразделения нашей, новой армии. Это был Преображенский и Семеновский, либо гвардии полки. Он их создал в начале 18-го века. Прибавьте 300 лет. Это будет как раз наше время. Можете себе представить, чтобы какой-нибудь полк вел свою историю непрерывно от Петра I до сегодняшнего дня. И прошел бы через Крым, Азов, Полтаву, Бородино, Великую Отечественную, через Чечню, через Сирию. И до сегодняшнего дня бы дошел. У них истории было 300 лет истории. Это были солдаты прославленные, солдаты, которые знали, на кого они воюют и зачем воюют. И они верили в Христа. Их было 40, это очень много. У нас найди сейчас днем с огнем мужиков верующих. У нас женщины как-то больше верят, а мужикам как-то почему-то он не верится им почему-то. Они, может быть, думают, что наша вера слабая. Вот, смотрите, 40 мужиков, которые рубились с врагом на пропалую, и посеченные, и порезанные были, как бы и в шрамах были все, и спать на земле умели, и голодные были, значит, там, с куском хлеба двое суток могли жить, и так далее. И в сырости, и в жаре, и в холоде, везде все прошли. И верили в Христа. Оно им слабости не давало, эта вера, наоборот, давало им мужество, силу, терпение и братскую любовь. И они были способны вместе воевать и вместе умирать. Вообще-то очень интересно, почему именно в римской армии, очень дисциплинированной армии, очень храброй армии, очень послушный голос у военачальников, почему в этой римской армии еще до царя Константина, до прихода Римской империи к вере, было очень много верующих воинов и верующих военачальников. Вот они, 40 человек. Итак, запомним, дорогие христиане, что мы сегодня должны с собой понести в голове своей и в сердце своем. Должны понести с собой мысль о том, что первые будут последние. А последние могут быть первыми, поэтому не лезьте вперед, встаньте сзади, вас позовут. Это великое счастье. Вот, заныкаться где-нибудь сзади и не отсвечивать. А потом Господь скажет, э-э-э, иди сюда, тебе лучше стать здесь. Это будет похвала, как за столом. Помните, как там зазнимали люди места? Кто-то там наверх говорит, тебе лучше пересесть пониже, сейчас лучше, чем ты, придут. Позор? Позор. А ты сядь подальше. А тебе лучше сесть повыше. Это уже Господь будет места раздавать. Поэтому встаньте подальше, вас позовут. Это великая вещь. Потом великая вещь – это то, что претерпевый до конца спасется. Конечно, каждый человек что-то уже потерпел в своей жизни, что-то перетерпел каждый человек в семье, в мыслях своих, в сердце своем, с болезнями своими, с неприятностями, с неудачей, с крушением своих планов. Думал, думал, планировал, планировал, но все – бух, крухнуло, и следа без следа. Великая скорбь и так далее. Но это еще не все. Нам нужно будет терпеть еще. И не то, чтобы терпеть, а нужно будет дотерпеть до конца. И здесь, дорогие братья и сестры, нам нужна Божья помощь. Потому что нужно признаться перед самим собой, по крайней мере, признаться, что я сам не смогу. Я не смогу сам. Мало ли, что-то меня ждет еще впереди. И тебя, и его, и нас. Кто его знает? А дотерпеть нужно именно до конца. Потому что дотерпевший до половины не попадает к цели. Дотерпевший на три четверти не попадает к цели. Потерпевший на девять десятых не попадает к цели. Только дотерпевший до конца попадает в цель. Страшно, правда? Страшно. Мне тоже страшно. Вот поэтому мы должны с вами на себя не надеяться. Про свою праведность забудьте. Про то, что вы хорошие, даже не думайте. Хороший или нехороший, Бог скажет. Надейтесь на его любовь, на его благодать, на его милость. Вот этим надо спасаться. Вот об этом сегодня учат нас сорок проповедников, сорок солдат, сорок страдальцев, которые сгорели на морозе, потому что боль от огня и боль от мороза одинаковая. Их сжег мороз. И Господь увенчал их уже в минуту прощания души с телом. Слава Богу за все. Спасибо им за терпение. Спасибо Богу за милость. И будем надеяться именно на это. На молитвы святых и на милосердие воскресшего из мертвых Иисуса Христа, который именно-то за недостойных умер, за ничего не значащих умер, за никудышних пошел на крест. Вот в чем дело. Он не за хороших распялся. Он распялся за тех бестолковых, в которых смысла нет. Вот именно в том-то и есть любовь, что он за ничто не стоящее потерпел великую беду добровольно. Ему слава и держава со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Спасибо.